Всем привет! На связи Nish Customs и RT-сетка. Сегодня я хочу объяснить, как попытаться наточить свой затеклившийся нож на подручных средствах и объяснить вообще, что происходит при заточке ножа. Деметрия нашего клинка в поперечном сечении представляет собой вот такую вот фигню. То есть, конструктивно состоящую из клинка, спусков и кромочки. Когда мы работаем ножом, разрез происходит вот этим местом. Схождением двух плоскостей, двух подводов. Когда мы режем не то, что положено резать, здесь образуются замины, сколы, и вот этот уголочек превращается в плоскость. Задача заточки сделать так, чтобы здесь снова был угол. Кстати, блеск на кромке. Сидя напротив источника света, ловим плоскостью кромки блик и доводим в сторону глаза. Блеск начинает быть виден. Замины начинают быть ремни. Или, сидя напротив источника света, ловим самим блестящей, вот этой вот, замятой поверхностью, ловим блик и видим блеск. Блеск это признан того, что у нас вместо схождения двух подводов у нас площадка. Оптимальным усредненным углом заточки для средних работ, для средних нагрузок является 40 градусов. 40 градусов у нас должно получиться вот тут. Для этого с каждой из сторон нам нужно снимать по 20. Как это можно сделать, не имея под рукой угломера, транспортира и прочих специальных средств? Мы можем использовать пачку сигарет и формулы расчета углов треугольников, которые есть онлайн. Для этой пачки, для конкретно твоей пачки, я не знаю, как это будет, но для моей пачки это работает вот так. 88 миллиметров по длинной стороне, 20 градусов, которые нам нужны для того, чтобы точить наш клиночек, и 32 миллиметра, получившиеся у этого треугольника, у его противоположного катета. Следующий наш гость, клиточка от бренда Atom. Да, Made in Ukraine. С одной стороны, у нее прикольная керамическая поверхность, похожая на вот те потертые поверхности, на днище тарелки. Поэтому я предполагаю, что эта плитка будет отлично точить. Еще здесь есть такая текстура, классная, по которой, по моему прогнозу, керамическая поверхность будет хорошо идти и хорошо и сильно точиться. А с обратной стороны, она глянцевая. То есть, на этом я хочу попытаться довести, вообще тоненько-тоненько довести. Это может быть любая другая плитка. Нам важны поверхности и текстура этой поверхности. И все. То есть, дальше можно по ситуации что-нибудь подбирать. Я купил такую плитку специально для этой передачи. Так, тоже она лежит низко, нужно ее поднять. Так, у нас остро, значит, надо пить уже, как же я этого не люблю. Ну, это ужасно. Это просто симпомы. Тупить нож. Все. Ну, затупило очень быстро и агрессивно. Пробуем точить. Хох. Восхитительная динамика изменения громкости. Просто прекрасная динамика изменения громкости. Ну, можно сказать, что нож уже заточен вот сейчас. Я хочу просто вывести этот динамик. вывести как-нибудь очень классно. Не факт, что это получится, но днище этой плитки точит очень классно. И мне хочется попробовать довести на глянце с самой кончика как-то. Продолжаем наши эксперименты. даже присутствует какая-то полировка вот сейчас на глянцевой стороне плитки. И я чувствую сцепление с этой поверхностью, то есть она глянцевая, но в то же время она как-то снимает кромку. Хоть и очень-очень-очень слабо. По сути, я думаю, она вот эти довольно крупные, агрессивные, зазубленные получившиеся от изданки плитки выглаживают, делают менее агрессивными, но сейчас я чувствую реактивность в этой плитке сумасшедшая относительно даже всего остального. Плитка прекрасна. Просто скажем. Плитка прекрасна. Можны быть с этой мышью, она зарублана в Украине. Потому что украинская плитка для украинских задач. Адам. Брендит. Здесь перо. Наверняка есть бактерии. Что? Я снова должен затупить, затупить нож, да? Да. Кстати, нож прорезает этот кирпич, ну, блин, я этот пеноблок. Я не уверен, что на пеноблоке получится значитель. Все, мы вяжем. Ну что, да? И ты снимаешь. Иди.